Помню, как в 1984 году у нас в огороде плескалась рыба. По городу плавали на лодке, а заборы совсем не было видно. Тогда я был ребенком. Целых 13 лет зрители наблюдали за убойным отделом уголовного розыска Санкт-Петербурга под руководством Романа Шилова. Александр Устюков настолько слился для поклонников со своим героем, что любое отклонение от образа они воспринимали крайне болезненно. Доходило до того, что, встретив актера в Сапсане, пассажир охал и говорил «Старик, ты так сдал!» А потом выяснялось, что накануне фанат посмотрел эпизод из первого сезона «Ментовских войн», снятого на «Заре нулевых». 17 октября артисту исполнилось уже 47 лет. Александр появился на свет в 1976 году в казахстанском Экибастузе в семье столяра и воспитательницы. В детстве мальчик увлекался занятиями в художественной и театральной студии. Однако не сразу осознал, что сможет зарабатывать на жизнь творчеством. Поэтому юноша сперва отучился в ПТУ, на слесаре электрика по ремонту, монтажу и демонтажу горного оборудования. На последнем курсе парень даже устроился на угольный разрез «Восточный». Образование Устюгов продолжил в Умске, где поступил в Академию путей сообщения. После третьего семестра студент перевелся на заочное отделение, так как устроился осветителем в местный ТЮЗ. Все повернулось так, что из работников за кулиси Александр перешел в актеры. И даже попробовал себя в режиссуре, поставив в спектакль эти свободные бабочки. Разумеется, артист осознавал, что нуждается в профессиональном образовании. Поэтому подал документы в Умский областной колледж культуры. Ну а в конце 90-х перебрался в Москву. Когда я в очередной раз приехал в Москву для поступления в Щуку, то жил на чердаке в доме. Сейчас это уже плотно застроенный район Раменки. А тогда были только три высотки, но весь район. Деньги зарабатывал на еду вместе с поступлением одновременно, признавался артист. Жертвы и лишения остались в прошлом, когда актер попал в тропу Рам Та и начал сниматься в кино. Дебют состоялся в эпизоде «Звезды», где артиста даже и не указали в титрах. Затем Устюгов получил небольшие роли в марше турецкого «Кодексе чести» и операции «Цвет нации». Ну а его звездный час пробил благодаря ментовским воинам, растянувшимся на 11 сезонов. За 15 лет чего только с ним не делали. Убирали из милиции и возвращали, сажали в тюрьму и освобождали. Постепенно я стал играть непонятного фрика с седыми висками, который ходит и что-то там расследует. На всякий раз, когда заканчивался очередной сезон, продюсеры говорили «Давай, Саш, соглашайся на следующий. Мы начнем писать сценарий». Так и дотянули до 11-го. На мой субъективный взгляд, фильм, начиная с 4-го сезона, удержался лишь на мастерстве сценаристов. Наша деятельность мало походила на творчество, скорее превратилась в фабрику, признавался Устюгов. В какой-то момент артист взмолился, чтобы его героя наконец убили. Сценаристы же оставили финал открытым. Квартиру Шилова выстрелили из гранатомета. И мнения зрителей о том, погиб ли он, разделились. У меня состоялась встреча с режиссером и продюсером по поводу новых серий, которые планируют выпустить на интернет-платформе. «Мое мнение, зрители, привыкшие видеть Шилова на канале НТВ, не станут голосовать рублем просто из-за любопытства. Наша беседа закончилась в моей фразе «Хорошо, давайте попробуем». На этом переговоры прекратились», – пояснял актер. При этом Устюгов отмечал, что не считает себя заложником одной роли, а просто признает. Большинство зрителей запомнили его именно из-за образа Шилова. «Последующие работы артист отбирал тщательно. Естественно, чем дальше какой-то проект находится от ментовских войн, тем он интереснее. Пытаюсь доказывать, что я актер, играю, а не являюсь романом Георгиевичем Шиловым», – подчеркивал Александр. Если в студенчестве Устюгова видели в комедиях, а с началом кинокарьеры он отлично вписывался в детективы, то в последнее время его частенько зовут «Военные и исторические фильмы». Так, в картине «28 панфиловцев» актер играл красноармейца Москаленко, а в «Викинге» – князя Ярополка, а в «Золотой Орде» – Ярослава. В период учебы в «Щуке» Александр начал встречаться с сокурсницей Яниной Соколовской, а после нескольких лет отношений влюбленные поженились. Сперва супруги поселились в квартире родителей Янины на Кутузовском проспекте, но через пару месяцев артист решил испытать избранницу и перевез ее в общежитие с одной душевой на 40 комнат. Поскольку Яна родилась в Москве в обеспеченной семье, где ее всячески оберегали от быта, она по определению не знает, как выглядит сковородка и включается газ. Еще в детстве она объездила с гастролями полмира. Яна – участница танцевальной группы при Большом детском хоре имени Попова. «А я, уроженец Экибастуза, даже на Черном море ни разу не был», – пояснял свой поступок артист. Соколовскую предупреждения мужа не смутили. Она научилась прекрасно готовить и содержать в чистоте их маленькую комнату. Позднее влюбленные все же перебрались на Мосфильмовскую и сделали ремонт в квартире, доставшейся от родственников. Потом супруги и вовсе вкинулись в строительство общего семейного дома. У актеров родилась дочка Женя, что только укрепило отношения. Вместе влюбленные играли в ранте, но в «Ментовских войнах» Янине досталась роль избранницы Шилова. Казалось, могла ли быть пара счастливее, однако в 2015 супруги развелись и поговаривали, что в деле замешана измена. В пользу теории свидетельствовало то, что вскоре после расставания с Яниной Александра женился на дочери гендиректора авиационного холдинга «Сухой» Игоря Азара. С Анной Азар актер был знаком давно, но отношения вышли на новый уровень, когда пара работала на съемках «Викинга». Разошелся ли он к моменту начала романа с Соколовской, знают лишь сами участники «Треугольника». В любом случае, второй брак артиста распался уже через три месяца после свадьбы. И это после медового месяца во Франции. Актер недолго оставался один после развода, так как встретил в питерском баре пиар-директора Марию Прохорову. Вскоре женщина превратилась не только в менеджера, экибастуза и совладелицу другого заведения совместно с Устюговым, но и возлюбленного артиста. Они много путешествовали, а после поездки на нашествия навлекли на себя слухи о тайной росписи. В рамках фестиваля гости могли сыграть шуточную свадьбу. В 2020-м отношения Устюгова и Прохоровой закончились. И на радость поклонницам в интервью актер опять стал называть себя «холостяком». Неизвестно, обрел ли артист новую любовь, зато мы точно знаем, что главной женщиной в своей жизни он пока что считает наследницу. Дочь живет с матерью в Москве, а я живу в Петербурге. Но все свободное время, которого у меня катастрофически мало, я стараюсь проводить с ней, признавался звездный отец. Редактор субтитров А.Семкин